Всем привет! В середине 20 века прогремела загадочная история про корабль Орунг Медан. А существовал ли этот корабль на самом деле? В июле 1947 года несколько кораблей из станции прослушивания приняли очень странный сигнал о помощи. Расшифровка сообщений гласила Все офицеры и капитан мертвы в штурмовской рубке на мостике. Вероятно, мертва вся команда. Дальше шла непонятная череда точек и тире. Но в конце все же радистам расшифровать удалось. Там было сказано «Я умираю». Передавал неизвестную с другой стороны линии. Связисты определили предполагаемое место отправки сообщения. И ближайшее к нему оказалось американское торговое судно «Сильверстар». Капитан которого немедленно приказал команде проложить курс и готовиться к спасательной операции. В районе поисков действительно нашли дрейфующее голландское судно «Орангмедан». Оно встретило прибывших на борт спасателей гробовой тишиной. Матросы и офицерский состав корабля были мертвы. Радиста, передававшего сигнал «СОС», нашли в радиорубке. После смерти он все еще сжимал в руках телеграф. По словам спасателей, никаких видимых повреждений на трупах не было. Однако они уверяли, что лица членов экипажа были искажены муками и страхом. Будто бы перед смертью они увидели что-то ужасное. После американские моряки прозвали это судно «Корабль смерти». Экипаж «Сильверстар» решил прекратить дальнейшее исследование на корабле «Орангмедан» и отбуксировать судно в ближайший порт. Однако только стоило спасателям перебраться на свое судно и натянуть тросы, как из трюма корабля начал идти густой дым, а позже раздался сильный взрыв. Корабль раскололся на две части и стал быстро тонуть. Вся спасательная операция закончилась безрезультатно. Возможно, тем самым кто-то пытался замести следы. И этот человек, возможно, был на судне «Сильверстар». Окей. Тшшшш. Спустя 60 лет историей корабля-призрака заинтересовались американские исследователи, но они обнаружили, что инцидент Соренг-Медон был очень плохо зафиксирован. А единственным документом, подтверждающим подлинность этой истории, стала брошюра, изданная береговой охраной США в 1952 году. В ней было опубликовано свидетельство моряков, которые поднимались на борт корабля смерти. Как оказалось, архивы США подтверждали существование судна Silver Star, которое участвовало в спасательной операции. Ну вот, найти документы, подтверждающие существование голландского судна Орнг-Медон, оказалось не так-то просто, что вызвало у специалистов сомнения о подлинности истории про корабль-призрак. Но что случилось на самом деле с кораблем? Публицист Отто Мильке считал, что Орнг-Медон перевозил на борту опасный груз, состоящий из цианистого калия и нитроглицерина. Оба вещества представляют огромную опасность при контакте с соленой морской водой. По его мнению, на судне произошла утечка ядовитого газа, который и убил команду, а позже нитроглицерин окончательно похоронил все улики вместе с кораблем. Другие специалисты также не исключали, что на борту было другое химическое оружие. Одни эксперты утверждают, что на борту начался пожар и экипаж задохнулся угарным газом. А после произошел взрыв. Другие же предполагают воздействие на моряков мощного ультразвука, который может возникать в толщах океана и убивать людей. Возможно, в океане и есть такие разломы, откуда идут вот эти звуки. Что конкретно порождает эти звуки, никто не знает. Связано это как-то с паранормальным или это звуки движения тектонических плит. И есть ли на самом деле такие звуки как бы официально это не зафиксировано. Были еще более невероятные версии, так как конспирологи считали, что гибель корабля это дело рук экипажа немецкой подводной лодки, которая якобы после войны занималась пираством и контрабандой. Но правда на деле эта субмарина является городской легендой. Так же не обошлось и без уфологов. Но как же без НЛО? В любой ситуации, где есть какая-то тайна, мистика, загадочность, везде присутствует НЛО. База. И еще была версия то, что на борту проводили секретные эксперименты. Что-то похожее на эксперимент с эсминцем США Элдридж. В 1943 году военно-морским плотом США была проведена серия научных экспериментов. Цель которых заключалась в том, чтобы сделать боевые корабли невидимыми для вражеских радаров. О результатах эта работа никогда ничего не сообщается. Он исчез. Совсем. Нет, это невозможно. В рубке дым, сэр. Сэрли, посмотри, нет ли где-нибудь огня. Капитан Роберсон, сэр. С катера передают. Докладывают, что Элдридж исчез. Ну да, все верно. Радар его не берет. Нет, сэр. Он совсем исчез. Нет его. Подрубай новую машину. Вырым! Вырым! Капитан Роберсон, сэр-пай. Открепляй. Есть вырым. Он появился. О боже, там человек втоплен. Так называемый филадельфийский эксперимент. В суть эксперимента сводилась в генерации чрезвычайно мощного магнитного поля вокруг корабля. В результате чего предполагалось сильное преломление или искривление световых волн и излучение радара. Но возможно еще версия то, что эксперимент этот был не просто, чтобы не видели радары других судн, но и чтобы был полностью потерян визуальный контакт. То есть сделать корабль невидимку. К сожалению, эта история так и остается секретом. И возможно ее никто никогда так и не разгадает. Был ли на самом деле такой корабль? Но что могу с уверенностью сказать? Есть задокументированные свидетельства того, что после Второй мировой войны перевозились всякие опасные и секретные грузы. И в том числе проводились секретные эксперименты. Если даже и был этот корабль, то он унес за собой свою тайну на дно океана. Всем спасибо за просмотр и всем пока!